Всем привет! Это проект «Люди равно Балакова», который посвящен предстоящему юбилею нашего города. И сегодня мы находимся в Балаковском перинатальном центре, где работают самые добрые врачи, которые дарят жизнь маленьким балаковцам. Посвятить свою жизнь спасению малышей – это дано не каждому. Врач-неанатолог Галина Москвина уже больше 35 лет работает в перинатальном центре Балакова. И каждый раз, приходя на смену, она готова к любым, даже самым сложным и непредсказуемым ситуациям. День на день не похож, но каждый день интересен. Галина Борисовна не просто неанатолог. Она возглавляет отделение интенсивной терапии новорожденных, так называемую реанимацию для малюток, которые появились на свет раньше положенного срока или с патологиями. Оказать им помощь в первые часы жизни – это как раз задача Галины Борисовны и ее команды. Мы смотрим, чтобы они стабилизировались, были способны перенести транспортировку в Саратов. И отправляем их на базу областной детской клинической больницы, всегда объясняя родителям, что да, мы можем вылечить вашего ребенка и у нас, но там гораздо более широкая база для реабилитации. Но не каждая мамочка хочет ехать с малышом в областную клинику, и тогда балаковские медики проводят все необходимые процедуры на месте. В этой палате интенсивной терапии есть все необходимое для того, чтобы спасти малыша, которому требуется помощь. Это сейчас в перинатальном центре установлено новое оборудование, и врач знает, что в экстренной ситуации сможет оказать помощь новорожденному. Галина Борисовна вспоминает свои первые дни в должности неонатолога. Тогда все было по-другому в плане технического оснащения. Не было и круглосуточных дежурств у врачей. Они работали только днем. Но неизменно одно – желание в любой момент прийти на помощь. Первый раз пришла на работу, мне доктор сказал, что все, теперь планы не строить, там, на вечер в кино пойти или куда-то гулять. Нет, у нас такая ситуация, что вот кто-то рожает, мы все дружно ждем, чем кончится. А если он родился тяжелый, значит, мы сидим здесь до тех пор, пока не стабилизируем. И в выходные, и в праздники периодически приезжала скорая помощь за тобой и везла сюда, поскольку даже телефонов мобильных не было. Галина Борисовна говорит, что она любит свою работу за то, что не приходится, как в других специальностях, неделями, а то и месяцами ждать результат лечения. В интенсивной терапии итог труда виден сразу. В некоторых случаях часы, в некоторых случаях сутки, что вот, ура, ребенок пошел, значит, мы все сделали правильно, значит, можно радовать и маму, и всех остальных родственников. Галина Борисовна рассказывает, что в выхаживании недоношенных малышей или крошек с патологиями важно не только лечение, но и диалог с родителями. Когда родственники узнают о том, что у малютки непростой диагноз, они не могут сразу принять ситуацию, а это мешает восстановлению ребенка. Первое впечатление, когда папа, дедушка, мама узнают о диагнозе, это все, отрицание, нет, это не может быть такого, потом это раздражение, как это со мной случилось, почему это со мной случилось. Ну, потом начинается конструктивная фраза, фаза, чем можно помочь. После необходимого лечения и реабилитации малыша с мамой выписывают домой. Для этого малютка должен набрать как минимум 2 килограмма 300 граммов. В этом случае и врачи уже спокойны, и мама научилась обращаться с ребенком, правильно ухаживать за ним. Сама Галина Борисовна контролирует каждый этап, начиная с рождения и заканчивая выпиской. Вообще я работаю в трех местах. Это, во-первых, родзал, то есть то место, где детки появляются на свет, и моя задача – это оказать им максимально необходимую помощь. Второе место работы – это отделение для новорожденных. То есть каждое утро все детки осматриваются врачом-наематологом. Третье место работы – это вот уже отделение реанимации, отделение патологии новорожденных, куда попадают, к счастью, не все, а очень немногие детки. Заведующий, у меня задача знать все про всех. Про тех детей, которые у нас лежат в стационаре на территории, про те роды, которые ожидаются более тяжелые, чем обычные, и на них нужно поприсутствовать. Четыре врача, десять медсестер – таков коллектив отделения интенсивной терапии для новорожденных. Это настоящие профессионалы, которые способны справиться с любыми ситуациями. Они по многу лет трудятся в перинатальном центре и ни за какие посулы не променяют эту работу на другую. Наши реанимационные детские медсестры, они умеют все, они могут и знают все, и они очень востребованы к ним периодически. Периодически засланцы приходят, что вот пойдемте к нам работать, у нас и зарплата больше, у нас и ночью спать будете. Появляются в коллективе и молодые специалисты, приходят и врачи, и средний, и младший медперсонал. Молодой медсестру, она второй год работает, ничего все у нее получается. И молодой доктор, она уже шестой год работает, она просто выглядит хорошо. Мы же просто работаем с маленькими детьми, это, наверное, тоже омолаживает. Пациенты не анатолога, совсем крошки, которые не расскажут, где у них болит и как они себя чувствуют. Но заботливые врачи все понимают. И простая фраза родителей «Спасибо, доктор», которую им говорят при выписке, для медиков важнее всяческих похвал и наград.